Святый Божий Пресвятая Дева, Матерь Божия, Благая Богородица, Не остави нас своей вечной и доброй молитвой. Вознеси над нашими главами и душами, Аки, голубица, Светлую и влядную и радость ожидания прими свою. Заступися и помилуй, Матерь Христа Бога, умоляющая, Телом и душою показавшее нам людям благочестие, На пути идущего лукавых и нечистых удаляющая, Бога ожидающим приносишь ты радостное известие. С такими словами более двух тысячелетий христиане всего мира обращаются к той, которую почитают не меньше Спасителя, к Богородице, Деве Марии. Именно ее считают на Руси главной заступницей, Обращаются с просьбой о помощи и спасении, хотя, казалось бы, просить об этом можно только самого Бога. И даже личные местоимения, она, ее, если речь идет о Богородице, пишутся за главной буквы, как и местоимения, относящиеся к Богу. Все это свидетельствует о том, насколько чтит ее церковь, насколько в христианском сознании она выше даже самых почитаемых святых. Потому что она родила Спасителя. Божья Матерь помогает, она защищает людей. Да, конечно. В честь нее создавали иконы, и за ней все молятся, у нее даже есть праздники. В человеке заложена свобода, она заложена Богом. Господь, создавая человека, дал ему этот великий дар. И человек, используя этот дар, свою свободу, может принимать решение, либо следуя за Богом, либо уходя от Него. Пресвятая Богородица явила удивительный пример своего внутреннего выбора, который был связан с ее величайшим смирением. И вот этот выбор, который она совершила тогда, когда явился Архангел Гавриил, является величайшим примером для всех нас в ее смирении и кротости. Именно поэтому она считается по добродетели своей, выше всех остальных людей. Мы, прославляя Богородицу, конечно же, понимаем, что она родила Господа Иисуса Христа, и мы называем ее Богородицей. Но она могла стать Богородицей только в ответ на ее личное смирение, которое она явила в День Благовещения. Именно поэтому за помощью к Богородице обращаются намного чаще, чем к другим святым. Молитва Богородицы Девы Радуси, которую можно услышать на самых разных языках, появилась в первых веках христианства. Знаменитая Авы Марии – это та же молитва, но на латыни. Именно поэтому Богородице посвящено так много храмов, написано столько ее икон. Каждая икона – это случай реальной помощи, которую получили люди, обращаясь с молитвой к Божьей Матери. Казанская, Иверская, неупиваемая чаша есть в каждом храме. В каждом храме есть и икона Покрова Пресвятой Богородицы. У нее особая история. Явление Божьей Матери, которое держит над людьми свой эмофор, свой покров – это явление историческое. Оно произошло в IX веке в городе Константинополе. И находим мы описание этого великого события в житии преподобного Андрея Христа ради Еродиева, который видел Богородицу, явившуюся и покрывшую город Константинополь. После этого события… Да, и событие-то произошло в тяжелый момент для Византии, для Византийской империи. В этот момент город Константинополь был осажен неприятелем. И все люди собрались в храме, посвященном… Он называется Влахернский храм, и молились там, обращаясь к Богородице, чтобы она сохранила. И вот в ответ на молитву Божья Матерь явилась и накрыла город и жителей своим эмофором. И после этого явления враг отступил. Константинополь остался непокоренным. В честь этого события и был учрежден праздник Покрова Божией Матери, который отмечается 14 октября и входит в число двунадесятых. В России к этому празднику всегда относились с особым почтением. Этот день для меня, как, наверное, для всех жителей нашего города, день особый. Поскольку Покровский храм со своей уникальной историей, со своей уникальной атмосферой, духовностью в жизни нашего города играет особую роль. Это престольный праздник для нашего храма. Мы видим, сколько сегодня людей здесь собралось. Приходя сегодня в храм, наверное, каждый из присутствующих здесь надеется, верит, что Покров Пресвятой Богородицы укроет его и защитит от всех невзгод, страданий, даст тепло, заботу, здоровье родным, близким. Я пришла в церковь, чтобы поставить вечку и помолиться Пресвятой Богородице. Она помогает? Да, мне она помогает очень сильно. И каждый раз, когда я прихожу, я обязательно подхожу к ней и прошу у нее здоровья и сил. В этот день, стоя на Божественной Литургии, православные с упованием и верой взывали к Владычице неба и земли с просьбами о защите и покровительстве. Просили помощи в решении самых сложных житейских проблем. Божественной защиты Святого Покрова просили и воины. Именно икона Покров Пресвятой Богородицы издревле считалась заступницей казаков. Действительно, человек, шедший на войну, на сражения, он надеялся на небесное заступничество. А об этом заступничестве, самым ярким проявлением этого заступничества является покров. Пресвятая Богородица покрывает нас не только от врагов невидимых, не только от бедствий, но и от врага видимого. И наши предки, казаки, они прибегали к Божьей Матери, к ее покрову, и именно ей и этому событию посвящали свои храмы. Чаще всего Богородица на иконе изображается в полный рост в одежде голубого и красно-коричневого цвета. Первый цвет символизирует собой чистоту и непорочность Богородицы, а второй означает, что Иисус Христос заимствовал у Богородицы плоть и кровь, чтобы прийти на землю и помочь людям. В руках Божьей Матери находится покрывало – амафор, которым она закрывает землю, защищая людей. Сохранение мира и согласия между людьми – вот главное назначение этой иконы. В честь Святого Покрова Божией Матери на Руси было построено немало храмов, и каждый из них – это свидетельство того, что люди всегда чувствуют силу ее любви, которой с избытком хватает для каждого из нас. Помните церковь Василия Блаженного, которая находится на Красной площади в Москве? А ведь на самом деле это Покровский собор. Его построили еще при Иване Грозном в память о победе русских воинов над казанскими татарами. Храм Покрова на Нерли изображен во всех школьных учебниках. Церковь воздвигли во время правления Андрея Боголюбского. Она считается жемчужиной русского зодчества. А вот Покровский монастырь в Создале, основанный в 1364 году, связывает с именем Василия Третьего, который пожертвовал на его содержание большую сумму. В настоящее время это женская обитель, она действующая. Ее можно посетить и воочию насладиться красотой древней христианской архитектуры. Есть такая церковь и в нашей республике. Она находится в городе Черкесске. Покровский храм города Черкеска исторически являлся полковым храмом 2-го хаперского полка. И, ну, традиционно, с переменой места дислокации полка с ним, с этим войском, переезжал и храм. И, как свидетельствует история, в 1730 году храм был вырублен и собран впервые на реке Хапер с черного дуба мареного. И после того, как хаперский полк был передислоцирован на Кавказ, храм был перевезен вместе с всем имуществом, так скажем, полка. И храм, и иконы, и иконостас, все перевозилось. И тоже, по свидетельству истории, в 19-м столетии храм немножко постоял в Ставрополе, когда там стоял и полк. А когда он был переведен в станицу Баталпашинскую, то храм перенесли сюда и поставили его в центре станицы до тех пор, пока не построили рядом Никольский собор. Когда так получилось, два храма рядом стоят, понятно, что один, оказывается, ну, не удел, что ли. Один исторический, а второй новый. И было решено станичниками перенести этот храм вот на то место, где он стоит сегодня. И до революции храм был перенесен, был собран здесь, уже на этом месте, был обустроен и был заново освящен. Потому что по правилам церкви, если храм разбирается, его заново освящают. И вот с тех пор он здесь стоит. Еще недавно эта церковь Покрова Пресвятой Божьей Матери была главным храмом православных христиан Карачаева Черкесии. А 14 октября в столице республики был выходным, праздничным днем. Но и сегодня все, кто ищет заступничество и помощи, по-прежнему спешат на божественную литургию, чтобы помолиться Пресвятой Деве, как это делали наши отцы и прадеды. Ибо исти, госпоже, слава небесных упования земных, и по Бозе наша надежда и заступница, всех притекающих к тебе с верою, к тебе оба молимся. Для тех, кто помнит о величии Преснадевы Марии, о ее неустанном заступничестве перед Господом, о нас грешных, этот день по-прежнему велик и торжественен. Ведь даже после своего успения Богородица не оставляет людей, молится за них и по первой просьбе приносит в наши души покой, веру и благодать. Богородица всегда нас защищает, всегда мы просим ее, чтобы она нам помогла, и она нам помогает. Царица Небесная для человека во всех бедах и тяготах первая заступница. Каждый раз обращаясь к теме политических репрессий, не размышляю над тем, что же еще необходимо сделать нам, людям старшего поколения, для того, чтобы в памяти потомков, тех, кто придет за нами, остались эти трагические страницы истории моего народа. Чтобы не канули в лету имена людей, которые добились справедливости и реабилитации карачаевцев. Чтобы никогда не предали забвению исторические факты тяжелых лет депортации карачаевского и других репрессированных народов. И чтобы в основе человеческих отношений всегда были уважение, дружба, здравый смысл. Так уж сложилось, что история Великой Отечественной войны и депортации карачаевского народа тесно переплетаются. До сих пор невозможно смириться с тем, что, говоря о людях, принадлежавших одному народу, одних называли героями, других – врагами народа. Сегодня мы расскажем вам о человеческих судьбах, тесно сплетенных в начале 40-х годов прошлого столетия. О мужестве и отваге, о дружбе и любви. В конце 30-х годов на территории современной Карачаева-Черкесии разгоралась культурная революция. Карачаевцам и черкесам разрешили писать и читать на родном языке. Родноправным членом общества стала женщина-горянка. Формировались кадры национального рабочего класса и интеллигенции, к которой можно было отнести и осетинку Глафиру Цагоеву из села Кустахи-Тагурово, возглавившую после Пятигорского института Нижнемаринскую школу. В ней учителем работал Сеид Али Ибзеев. После смерти старшего брата он стал единственным мужчиной в семье, где были еще восемь сестер. Политически подкованный, активный, такие всегда были нужны партии комсомол. И в начале 40-х Сеид Али возглавил комсомольскую организацию района. Молодые люди полюбили друг друга. Создалась еще одна семейная ячейка общества. В 1940 году у Глафира и Сеид Али родилась дочь Светлана. Казалось бы, живите счастливо, радуйтесь жизни. Но глянула война. Тех, кто мог держать в руках оружие, призвали на фронт. Когда началась война, Сеид Али Ибзеев сразу ушел на фронт. Воевал на Смоленщине, но недолго. Через два месяца он погиб, защищая Смоленск. Семья получила похоронку, а место последнего приюта солдата до сих пор никому не известно. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! Заменитая песня Александрова звучала из всех радиоприемников и уличных динамиков, поднимая народ на защиту Родины. В 40-е годы это были люди разных возрастов. Мужчины, женщины, военные и гражданские. Одним словом, все, кто с оружием в руках, а порой и без него, мог противостоять коварному врагу. Не стала исключением и крочаевская девушка Халимат Ибзеева. Халимат решила заменить на фронте погибшего брата. После многочисленных неудачных попыток штурма военкомата она все же добивается зачисления ее в 17-й кавалерийский кубанский казачий корпус, где она была единственной представительницей слабого пола. И как было принято в те военные годы, ее стали называть дочерью полка. Но никакие тяжелые военные времена не смогли изменить характер Халимат. Она оставалась скромной и доброжелательной. Одним словом, настоящей горянкой. Ее хотели направить в санитарную роту, но не тут-то было. Я с детства уверенно сижу в седле и хочу попасть именно в кавалерию и сражаться врагом лицом к лицу, заявила Халимат. Старшина гвардии Ибзеева участвовала в боях за Дон, Краснодар и Туапсе. Героически сражалась в горах Кавказа. Осенью 42-го в бою под Ростовом Халимат была тяжело ранена. После лечения в госпитале со своим казачьим корпусом она прошла всю Украину, участвовала в форсировании Днепра. Однажды в ночной разведке Халимат была тяжело ранена и была доставлена в санчасть полумертвой. Дома долго не получали от нее вестей, и сестры уже считали ее погибшей и оплакивали ее. Но вдруг с фронта пришло письмо «Жива-здорова, сражаюсь за Родину». Осенью 1944 года ее часть была переброшена на 2-й Украинский фронт, где вошла в состав гвардейской конно-механизированной группы генерала Плиева. Бесконечно долго можно рассказывать о боевых дорогах Халимат Масаевны Ибзеевой. На фронтах Великой Отечественной войны она не уронила чести и достоинства своего народа, который в ноябре 1943 года был объявлен предателем Родины. По состоянию здоровья Халимат Ибзееву из армии демобилизовали. Она решила вернуться на Родину, но в море ее никто уже не ждал. В ноябре 1943 года по приказу Берии всех карачаевцев выслали в Казахстан и Среднюю Азию. Не застав своих родных, Халимат Ибзеева решила остановиться в доме у родителей своей невесты. Мама Глафиры, Ольга Степановна Цагоева, приняла ее как родную дочь. Помогала восстанавливаться после фронтовых ранений, ухаживала за ней. Вот что о том времени вспоминает младший брат Глафиры Харбек Цагоев. Я помню, у нас старый дом был, вот в одной комнате из этих она лежала, все время она что-то болезненное была. А я подросток, я все время, она в папахе такой, и звездочка. Я помню, как бы эту звездочку себе забрать, хотел за себя забрать. Ну, потом, в конце-то концов, она мне и оставила эту звездочку. Она у нас пожила, ну, недели две, может быть. Она не знала, что карачаевцы выслали. В доме Цагоева Халимат оставалась недолго. Она все-таки решила найти своих родных в Казахстане и встретиться с ними. У нее получилось, они увиделись, но с родными она оставалась недолго. Стали давать о себе знать фронтовые раны, и ей срочно понадобилась госпитализация. Сначала она лечилась в Крыму, затем в Орле. Но раны, полученные на фронте, подорвали здоровье гвардии старшины Ибзеевой, где в военном билете, который есть в записи о награждении ее орденом Красной Звезды, отечественной войны второй степени, а также многочисленные медали и благодарности верхонного главнокомандующего. Халимат Мусаевна Ибзеева ушла из жизни в 1947 году. Под залпы кавалерийского эскадрона ее похоронили в городе Орел, таком далеком от ее прекрасной родины, аула Мора, где в 1977 году установили мемориальный комплекс в память о сыновьях и дочерях, ушедших на фронт из этих мест. В то время карачаевцы и другие репрессированные народы еще не были официально реабилитированы, но воля народа, изъявившего желание увековечить память своих земляков, оказалась сильней. Памятник для тех, у которых есть доказатель, что они там погибли, то есть извещение, что они погибли. Ну, тут старики согласились, они, ну, правильно, правильно и так далее. Ну, я встал и объяснил им, ну, до 43-го года, если такое извещение и пришло, ну, кто мог это сохранить в этой суматохе в такие тяжелые дни. А после 43-го года, если по адресу такое извещение пришло, кого могли здесь они найти, когда и этого народа уже здесь не было. Ну, ничего, подключим в военкомат, подключим в школу и так далее, будем искать. Ну, искали, искали. Три таких извещения мы по всему авулу нашли. Ну, для трех человек не построишь же памятник. Ну, пришлось мне собрать весь авул по частям, спросить всех стариков, кто именно вот с вашего участка вот именно отсюда ушел и не вернулся. Действительно. Дали мне список, я этот список обобщил, собрал всех жителей авулов в клуб, зачитал, кто пропущен, кто незаконно может в этот список попал. Ну, уточнили, все. А потом я с этим списком проехал в все аулы, где проживают наши бывшие маринцы. Ну, полностью, когда уточнил, обратился к заместителю райисполкома Биджио Султана Деевича, вот так-то так, я вот такой список собрал, хочу вот в море построить памятник. Он сильно мне помог. По крупицам, по фрагментам документов аулчане собирали именно тех, кто не вернулся с фронта, и тех, кому посчастливилось остаться в живых. Архитектурно воплотить мемориал памяти взялся скульптор из Тбилиси. На поездку в Грузию деньги собирали всем миром. Большую помощь в этом деле оказал в то время представитель колхоза Родина Исмаил Хачиров. Это был один из первых памятников сынам и дочерям Карачая, защищавшим свою Рогину от фашистского нашествия. Харбеку Давидовичу Цогоеву, младшему брату Глафиры Цогоевой, любимой и единственной невестке в семье Ибзеевых, в ноябре 43-го было 6 лет. Но детская память имеет удивительное свойство запоминать тревожные события, происходившие вокруг. Одно из таких воспоминаний о своей двоюродной сестре Светлане Харбек Давидович хранит до сих пор. Когда переселили на выселку, девочка у них была год 41, значит, уже третий год ей что-то прошло. И бабушка привозит эту девочку к нам домой. Это я хорошо помню. Привозит, говорит, что-то такое намечается, говорит, эта девочка, говорит, чтобы с нами не попала, пускай у вас будет, пускай здесь останется. Ну, мы тоже не знали, в чем дело. Они лучше, наверное, знали. И девочка осталась у нас. Оказывается, карачаевцы выслали. Светлана осталась в доме своей матери, Глафиры. Чтобы уберечь девочку от переселения, родные приписали ее на свою фамилию, Цогоева, и оставили в Осетинском селе. Здесь жизнь продолжалась. Закончилась Великая Отечественная война, отгремели залпы победных салютов, страна восстанавливалась после военной разрухи. Вернуться на Кавказ карачаевцам разрешили лишь в 1957 году. Описать народное ликование смогут, наверное, лишь очевидцы. Но вернуться на родину не значит найти там когда-то оставленный кров. Когда приехали, тут же дома заняты были, жили люди. А куда деваться? Вот родственники, они приехали к нам. И много карачаевцев здесь, ну, по соседству, у кого свободное время этот был, комнаты, они отдавали им. Ну, они временно так вот. Недели на две, на три, может, на месяц, пока где-то дом не найдут, вот так жили здесь, дружили. Учитель средней школы села Кустахи-Тагурово Дадьян Хубеев родился в 1956 году в Казахстане. И о депортации карачаевцев, их возвращении на родину он знает по рассказам своих родителей и бабушки. Когда в 1957 году вернулись, тут уже по рассказам старших встречали и черкесы, и осетины, и русские. Встречали, можно сказать, с музыкой, что вернулись наши братья. Но с жильем было туговато, приходило самим как-то обустраиваться в первое время. Оттуда не все смогли что-то привезти, поэтому здесь можно сказать, что карачаевцы начинали свою жизнь с нуля уже. Можно сказать, что начинали с нуля. И потихоньку, потихоньку государство выделяло какие-то кредиты, суды, и на этом строили дома, приобретали живность, и так потихоньку обустраивались. Те, кто смогли вернуться, остались живы. В селе, которое носит имя великого осетинского просветителя Косты Хитогорова, много лет живут рядом осетины, карачаевцы, русские, представители других народов. У нас, например, вот у Бязровых были, они долгие годы дружили с семьями, и на все мероприятия, будь то радостное, будь то горестное мероприятие, они всегда приезжали, Динаевы с Каменомоста. Это такие вот, как они относились друг к другу, как братья и сестры, там не было никакой ни национальности, ничего, потому что в трудный момент были друг с другом, потому что они, и они тоже благодарны были за то, что к ним внимание было такое, в тяжелое время. И мои, наверное, родственники что-то от них хорошее знали, потому что они очень крепко дружили. Да и вообще, начиная, наверное, с дружбы Коста Хитагурова и Ислама Крымшамхалова, можно сказать, что наша дружба, наши люди, они, в общем-то, одинаковые. И если говорим на разных языках, ну, все равно друг друга понимаем, потому что, ну, нельзя жить на Кавказе и быть совершенно разным по отношению друг к другу человеком. В дружном интернациональном коллективе сельской школы трогится дочь грузинского и осетинского народов Манана Тевзадзе. Окончив в конце 70-х эту школу, Манана Валиковна получила высшее образование в Карачаево-Черкесском педагогическом институте. Ее учительский стаж насчитывает почти 40 лет. О дружбе и добрососедских отношениях у нее свое понимание. Ида Ян Срапилович Хубиев, проживший в осетинском селе почти 30 лет, не понаслышке знает цену дружбе и межнациональному братству. Живем мирно, никогда у нас таких инцидентов межнациональных не было. Нормально относимся, если что, помогаем друг другу. В общем, нормально, мне нравится. Вот так, постепенно, в нашем повествовании мы перешли от дней трагических к жизни мирной. Люди возвращались из ссылки, строили дома, налаживали быт, растили детей. Вернулись на родину и родственники Светланы Евзеевой-Цагоевой. И девочка с гордостью вновь стала носить фамилию отца, геройски погибшего на фронте. Дочь осетинки и карачаевца успешно закончила среднюю школу и уехала из родных мест вместе с мамой. О двоюродном братье Светланы Сеиталиевны, Харбеке-Цагоеве, одном из старейших жителей села Костахи-Тагурово, можно сказать просто. Большой труженик и интернационалист. После службы в Советской Армии в середине 70-х Харбек Давидович устроился на работу в областную кинофикацию. Сначала работал водителем. Ну да-да, какие машины были. Старенький ГАЗ-69 дали. Ну, возил фильмы Учкулан, Хорзук, Карчурт, Рудник, Каменомосте. Как-то поехал к другу, в Карачаеве, он киномехаником работал. По работе к нему приехал. И значит, кинобудки зашел на втором этаже, а внизу, напротив, как раз магазин. И около магазина ну, два камня, доска там и три старика сидят. Там на солнышко греются, балки у них. Я в магазин зашел, мне интересно было, думаю, старики там сидят, жалко их. Взял для себя, что надо было, и для стариков взял тогда водка там, туда-сюда был, 2,60 бутылка стоила, дешево. Взял им бутылку, водки, лимонад, стаканчики, там, в общем, что было в магазине закуски. Взял и, взял, я говорю, старики, я говорю, выпейте по 100 грамм, туда-сюда. Ну, сам поднялся там, наверх. Посидели, ну, разошли, все, я их не видел уже после этого. Через некоторое время, оказывается, они между собой, когда выпивали, они между собой поспорили, кто этот парень молодой, как он догадался, что угостил нас. Ну, думаю, русский, не может быть. Карачаевец, тоже сказал бы, по-карачаевски разговаривал бы. Ну, что, что за, какой нацией, не знаю. Ну, мне-то они не видели, а киномеханик Карачаевец был. Они у него спрашивают, когда, уже после меня, кто этот пацан был тогда, тогда-да-да, с тобой. Ну, говорит, с Осетиновки парень. А, Осетин, да, ну, хорошо. Потом, когда я следующий раз, я часто ездил туда, эти старики все время там, отдыхали. И вот те же старики сидят, мне подзывает один, говорит, Джашко, иди сюда. Я подошел. Салам алейкум, алейкум алейкум, салам. Вот туда-сюда, ты, Осетин, да. В тот раз, помнишь, ты нас угостил? Я говорю, помню, конечно. А как фамилия? Я сказал, фамилия так, Цогоев. О, а Цогоев, такой-то такой, мой отца, Давид. Знаешь, как, не знаю, это мой отец. Он обрадовался, ой, как, ты, Давид, я с ним, я говорю, да, да, мы, говорит, мы с ними побратим, мы с ними, много, в Осетиновке, я много раз у вас бывал, у вас семья большая, с твоим отцом мы дружили, и он ко мне приезжал, я у вас бывал. Вот, говорит, когда он, в 2014 году, ты, наверное, рассказывал тебе, отец, что он, в 2014 году, на войну, война была тогда, австро-венгерская война была. Ну, призвали, он поручил ему, вот этому, побратиму, он, по-моему, фамилия Гирюгов, Гирюгов был, ну, там в основном Гирюгове жили, я точно не помню, поручил ему, мол, семья у меня большая, мне в армию забирают, ну, присмотришь там, что надо, дрова там, помочь, ну, говорит, что надо было, привозил, помогал, у вас семья большая была, и, говорит, вот так мы, говорит, дружили с ним, я, говорит, знаю, что это, я знаю, говорит, что он умер, это было где-то уже в 67, в общем, 70-х годах, так, они уже старики были, сильно, вот так они раньше дружили, отец мой, чисто, разговаривал на карачаевском языке, когда карачаевские к нам приезжали, они разговаривали, сидели вот так за столом, разговаривали, а мне интересно было, я маленьким пацаном был, я говорю, по какому они разговаривают, мне интересно было это, вот, дружили они очень сильно, уважали друг друга, приезжали, ночевали здесь, сидели, я помню хорошо. Работа киномеханика нелегкая, но интересная. Это ежедневные поездки в отдаленные села, на пастбище, горные выпаса и полевые станы. Одним словом, туда, где вдали от современной цивилизации трудятся люди. А после тяжелого рабочего дня ждут его, Казбека, так называли Харбека Давидовича на карачаевский манер, с новой индийской мелодрамой или советской кинолентой. Со временем техника идет, мне дали машину, все там усилители, там громкоговорители, там микрофон, все. Вот тогда совсем другой вопрос был. На каждую ферму приезжая музыку, включаешь, там и осетинские, и карачаевские, и черкесские, и русские, ну, интернациональные же все, и каждому же интересно свою эту мелодию послушать. Вот я все время ездил с музыкой вот по этим горам. Встречали мне сами веселые, хорошие, желанные человеки уже. Более 30 лет ветеран труда проработал в системе кинофикации. Много он повидал за это время. Сменяли друг друга начальники, уходили коллеги. Всех он до сих пор помнит поименно. Но каждый, кто знал этого человека, кто работал с ним, ценил его за легкий характер, доброту и уважительное отношение к людям. Мы собираемся, женщина, он садится среди нас и начинает беседу. И каждая беседа у него интереснее, у него вот такой человек, Харбек. Очень хороший. А друзей у него много? Да все друзья у него. Очень общительный человек. Если на свадьбе он не начнет не откроет свадьбу, никто не откроет. Да. Харбек такой вот. Аза Константиновна Баскаева долгие годы работала в районной библиотечной системе и вместе с Харбеком Цогоевым просвещала тружеников, выезжая на горные пастбища и ободоленные селения. А еще они живут по соседству на одной улице, где много лет рядом живут карачаевцы, русские, и представители других национальностей. Почему люди раньше, я не знаю, друг без друга не могли? Почему? Ну, я не знаю, но почему сейчас так стало? Кто мне на этот вопрос ответит? Люди не стали друг друга любить сейчас. А раньше, я тебе говорю, не знаю, как один дом. Ну, мы и сейчас как один дом с нашими соседями, все наши соседи. Зачем различать с нацией, когда мы все вместе живем? Все вместе. Если мне надо, я, вон, Расул, первый мой помощник, Расул Карачаевец, Мадина, жена, мне надо помочь. Я говорю, Мадина, помоги мне, давай. С охотой приходят и тот, и другой. Ну, как можно различать нацию? если ты человек нормальный, почему я с тобой не должна жить? Из-за какой-то нации я не должна жить с человеком, если он хороший человек. Вот и сосед Азы Константиновны, Харбек Цагоев, во главу отношений всю жизнь ставил дружбу, настоящую, без оговорок. Друг у меня был в море, друг очень хороший товарищ. Заехал как-то я к нему на машине, мы общались, он сам на ферме работал, скотником работал. Вот дружба в чем я имею в виду. Я к нему приехал, он сына подзывает, ну, сын ему лет пять, давай, Джашко, иди, барашек пригони. Барашек пригнал, поймал барашку, резать хочет. Я говорю, ты что Ботай делаешь? Ботай его звали, царство небесное. Я говорю, зачем? Ну, я для тебя хочу. Ну, я говорю, ну, как, мне некогда, мне надо в город ехать, мне пить нельзя, там, туда, в общем, отговариваю. Вот дружба в чем называется. Он подумал, подумал, да, ты прав. Я сейчас барашку зарежу, ты вот этот кусок скушаешь, остальное мне останется. Он эту барашку берет, а я на газоне ездил, газ 51. Кузов бросает, вези, там дома с ребятами, как-нибудь сделаешь, что хочешь делай. вот дружба. Ага, оттуда еду, дальше проехал уже в Карачаевск ехал домой сюда. Едет один на рошади, знакомый тоже, тоже смотрит Карачаевск. Мне все знали. Остановился, салам, салам, куда, я домой еду. А барашка оттуда в кузове замычал оттуда. А что там барашка? Да вот так, так, так. А зачем, зачем, какое мероприятие тебе? Да я говорю, никакой нету, так, так, вот, тот, а я знаешь, знаю. Он меня бросил, вези домой. Ну тебе если не нужен, а он с чабаном был. Если тебе не нужен, да я сейчас на кошар еду, давай отвезу, когда тебе нужен будет, приедешь заберешь. Он меня берет на лошадь и повез. А когда мне надо было на фамильный праздник, как раз, ну я поехал к нему. Харбек говорит, лови какой хочешь. И точно я ему сказал, я говорю, ты чабан, ты лови, какой хороший, откуда я знаю. Вот как я рассказал, что какое хорошее кино, я скажу. Он правда пошел, пошел, поймал. Три раза больше варашку он меня кинул. Вот это тоже дружба, уважение. Если бы не уважали, то вообще бы не дали. Друзья были мне, но к сожалению их уже нет. Так и живет бывший киномеханик Цагоев, вспоминая былое и рассказывая внукам и правнукам о своей жизни, о том, как важно выбрать в ней правильный ориентир и сохранить добрые отношения со всеми, кто тебя окружает. Несмотря на свой возраст, а ему на минуточку уже 82 года, он еще многое делает своими руками. И глаза не подведут, и рука не дрогнет. В большом родительском доме Харбек Давидович вместе с женой Тамарой вырастили троих детей. А радость при встрече с внуками их у Цогоевых шестера продлевает им жизнь. Те же в свою очередь платят им щедро. Две правнучки своими звонкими голосами заполняют Большой Цогоевский двор. Со своей двоюродной сестрой Светланой Харбек Давидович и вся его многочисленная родня поддерживают крепкие отношения. Встречаются при каждой возможности. Люди старшего поколения в современной жизни испытывают большой дефицит общения. Не привыкшие сидеть дома у телевизора или за компьютером, они с радостью готовы встречаться с соседями. Можно и старое вспомнить и насущные проблемы обсудить. Вот и молодой глава сельского поселения Арсен Каргинов вместе с Галиной Ивановной Вороновой душой этого села решили проведать пенсионеров. Приехали затем на улицу Бутаева. С разговорами и здесь Благор Цогоев не упустил возможности рассказать очередную историю. Дружили очень сильно. Вот с нашего села были была фамилия Черкасовы. У них было много детей. А в Чкулане карачаевцы жили, у них детей не было, но они дружили с ними. И вот карачаевцы попросили у Черкасова дайте нам одного ребенка на время там пускай у нас воспитывается нам скучно туда-сюда. Ну они отдали этого одного мальчика им они повезли в Чкулан там значит вырос он уже вырос там и остался после не совсем остался там. Фамилия Черкасовы. Я по работе я лично с ним встречался он пожилой был он оказывается в Чкулане в Хуртуке в Карчурке главный Ефендий по-карачаевски знаю Ефендий да он женился на Карачаевке фамилию оставил Черкасов а сыновья три сына у него были они жили тоже в Чкулане но они тоже по-карачаевски по-стински они не разговаривали а старик этот по-стински разговаривал вот такой историю я знаю насчет дружбы народа вот дружба есть дружба Человек счастлив тем что умеет забывать память всегда готова забыть плохое и помнить только хорошее но есть в нашей жизни страницы забыть которые значит предать предать память о своих родных о своем народе предать свою историю и хотя ничто не вечно память будет всегда память сильнее времени все время пока готовилась к эфиру эта программа я не теряла надежды на встречу со Светланой Сейтанзиевной Ей 80 она живет в Натчике в окружении и заботы своих близких но увы пандемия внесла свои коррективы эта встреча не состоялась но состоялся телефонный разговор из которого я поняла что Светлана Сейталиевна до сих пор очень переживает о том что не знает где похоронен ее отец а еще я знаю что в гостеприимном доме Светланы Сейталиевны и Бзеевой до сих пор хранятся фотографии и письма с фронта ее отца Сейтали и тети Халимат когда-то их бережно сберегла мама Светланы Гулафира Давидовна а еще я знаю что ежегодно 9 мая в акции Бессмертный полк несут портреты своих героических предков правнуки Победы Вы ее ждали новая коллекция шуб пальто курток по низким ценам рассрочка без переплаты и первого взноса Ждем вас Кавказская 42 Троллейбусная остановка на кругу Город Черкесск Окна в рассрочку Оконный комбинат 8 938 333 90 2 0 Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту Войная служба по контракту это широкие возможности для самореализации достойный уровень жизни и высокий социальный статус Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии Военнослужащие заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачао-Черкесии получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей Контрактники это профессионалы мужественно и с честью выполняющие свой долг Служба по контракту Твой выбор Без налогов нет государства Именно от налогов зависит вся жизнедеятельность страны Качество исполнения обязанностей государства в том числе перед своими гражданами напрямую зависит от своевременно уплаченных нами налогов Сделать свой вклад в развитие страны просто Начни с уплаты налогов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, дорогие зрители! Подошла к концу очередная рабочая неделя Впереди нас ждут выходные Ну а наша сегодняшняя программа будет посвящена спорту Вернее, одному из видов, который мне очень нравится А говорить о нем мы будем с нашими гостями которых я с удовольствием и представляю Это президент Федерации каратэ Карачаево-Черкесии Аслан Айбазов И наш знаменитый спортсмен Мастер международного класса Чемпион Европы по каратэ Кемал Лабженидзе Благодарю вас, что вы пришли к нам в гости Спасибо вам, что позвали Добрый вечер Ну как же не позвать таких героев Я думаю, что первый вопрос Аслан будет к вам, как к руководителю У нас недавно прошли все российские соревнования по каратэ И насколько я понимаю Вот именно этот статус всероссийских Он впервые, да, такие соревнования проходили? Да, совершенно верно На самом деле в Карачаево-Черкесии Никогда не проходили соревнования такого уровня Всероссийские соревнования Именно по виду спорта каратэ Эти соревнования были проведены впервые Было вложено много сил, времени, труда Ну и по оценкам всех гостей, приезжих В том числе и судейского состава Которые, замечу, состояли из семи судей международного класса Во главе с главным судьей России Были самые высокие оценки даны Ну смотрите, вот очень много спортсменов, да, было из всех регионов По-моему, более 400 участников было, да? Было 549 участников 500? Да, официально зарегистрированных участников И откуда они приехали? Они приехали из 10 регионов нашей страны То есть Северо-Кавказские республики Естественно, нас поддержали, посетили Краснодарский край Республика Крым Сургут Приехал, то есть География была самой широкой Ну практически вся Россия, да? Вот, Аслан Провести соревнования такого уровня Соревнования проходили в течение трех дней Это все-таки огромная ответственность Огромная нагрузка Как вы справились? Вам кто-нибудь помогал? В проведении этого турнира нам очень сильно Активно помогали Министерство спорта В лице Узденова Рашида Юсуфовича Также Заместитель председателя парламента Муса Экзеков И депутат парламента Илья Стикеев Они были с нами от начала до конца Помогали во всем Более того Единая Россия Партия Единая Россия Предоставила нам волонтеров И все прошло на высшем уровне Благодаря именно этим людям Ну большое им спасибо Мы знаем, что и Илья Стикеев И Муса Экзеков Они, конечно, очень помогают спортсменам И им, конечно, большое спасибо И спасибо, что помогли и вам в соревнованиях Да, без поддержки таких людей Спорту, конечно, было бы тяжеловато нашему развиваться Хорошо, что они есть Еще раз им спасибо Аслан, ну вот соревнования, которые прошли Каких результатов добилась Карачава-Черкесия И что показали соревнования Насколько наши спортсмены подготовлены? Не проигрывали мы другим? Ну, в любых соревнованиях бывают победы и проигрыши Но наши спортсмены показали себя на очень достойном уровне То есть у нас много золотых медалей Серебро, бронза, третьи места Скажем так, мы показали всей России, что мы можем не только провести соревнования Такого высокого уровня На высоком уровне Но мы можем также представить на эти соревнования спортсменов высокого класса Из Карачава-Черкесии? Из Карачава-Черкесии, конечно же Это очень радует Но я знаю, что вот наш гость Кемал Абженидзе Тоже внес лепту, да? Золотая медаль Кемал, а вот скажите Насколько я знаю, вы же ушли из большого спорта И как вы на соревнованиях-то оказались? Ушел я 15 лет назад Такого уровня соревнования проходят в республике впервые И как-то захотелось поддержать нашу команду Аслан мой давний товарищ Мы вместе тренировались В честь кого проводился этот турнир Аслан Кукаев тоже наш товарищ Мы вместе тренировались с ним Но захотелось в этом деле принять участие Так сказать, максимальное Ну, а вот результат Ну, а приятно было Вновь ощутить себя вот на ковре В качестве такого спортсмена Да, это же болезнь своего рода Если кто уже занимался, то понимает, о чем я говорю И все это вспомнить вновь Ощутить, как бы это Да, непередаваемые ощущения, эмоции Очень понравилось Советую всем повторить Ну, в общем, я так понимаю, вы вернетесь, наверное, да? Большой спортсмены Ну, посмотрим, да Ну, пока вам спасибо, что приняли участие Что не оставили своего друга У нас 6 золотых медалей 12 серебряных у нас И 24 бронзовые Ну, то есть это неплохой результат, да? Неплохой результат Вот, тем более, учитывая, что республика у нас небольшая У нас традиционно вольная борьба Борьба на поясах Как бы вот Ну, и каратэ Давно у нас существует, да? Конечно У нас есть достойные спортсмены Которых мы можем представлять И так далее На российских и другого уровня В соревнованиях А ваши планы на ближайшее будущее? Ну, в ближайшее время Мы надеемся Прорабатываем с Министерством спорта Открытие школы каратэ В нашей республике Что позволит нам Увеличить количество спортсменов Увеличить количество тренеров Соответственно И увеличить количество секций Открытых Занимающихся детьми Помимо того, что вы увеличите Количество тренеров Детей Это будет отдельное здание Где сейчас проходят занятия каратэ? Вот, чтобы К сожалению К сожалению У нас самый большой минус Что нашей секции нет В городе Черкесске То есть в столице Где больше всего Проживает население У нас нет Мы базируемся В городе Узжгута Узжгутинском районе И в Малокарачайском районе То есть у нас ресурс детей В принципе ограничен И при этом мы показываем Такие высокие результаты И при этом мы проводим Всероссийские соревнования На нашей территории Я вам по секрету скажу Что республики Северного Кавказа Были очень удивлены Тому, что нам дали Соревнования такого масштаба Потому что у нас По понятным причинам У нас маленькая республика Жителей гораздо меньше Например, чем в Дагестане Чем в Северной Осетии И они были удивлены Почему И за какие заслуги Нам дали Но, тем не менее Они сейчас Уезжая Благодарили нас Сказали, что В следующем году Надеемся, что эти соревнования Будут ежегодными И в следующем году Мы приедем с еще большими составами Поэтому К следующему году К этим соревнованиям Дай бог живо-здорово будем Придется Проделать большую работу Если мы откроем школу У нас будет детей больше Соответственно Популяризация Вида спорта карате Станет еще больше И Завоюем медали еще больше Дай бог Будем на это надеяться Но все-таки я хотела уточнить Вот спортшкола Это будет отдельное здание Вы рассчитываете Или на базе других спортивных школ Нет, мы рассчитываем Отдельное здание Где будет школа карате Где будет базироваться Именно карате Тренерак по карате Да и так далее Это будет наша школа Да, это хороший проект А спонсоров найдете? Мы очень надеемся Что мы и спонсоров найдем Рашид Узденов Министр спорта Нам очень в этом помогает Он курирует этот вопрос Держит под контролем Мы надеемся Что в 2023 году Вместе с министерством Мы с ними, да, очень сильно Прорабатываем эти моменты Может быть, даже чуть-чуть Иногда друг от друга устаем Но, тем не менее Мы встречаемся И снова и снова говорим Они переживают за мой вид спорта Они делают все Чтобы мне помочь его развивать За это им отдельная благодарность Понятно Но я думаю, что в новой спортшколе Конечно, будет работать И Кемал Абженидзе, да? Ну, посмотрим Что значит посмотрим? Может, я еще потренироваться хочу А, вот как Во вкус пошел Аслан Как это он не хочет у нас работать? Привлечем? Ну, он когда-то и выступать не хотел 15 лет назад Как видите, он с шутком сидит Да, я думаю, никуда не денется Правильно? Ты представляете Вот вы говорите Школа, да? Открылась и у нас Кемал Абженидзе Чемпион Европы Это же какой стимул? Привлекательный? Да, да Так что, куда вы денетесь С Кемал, да? Если позволите Хочу заметить Что у нас Мастеров спорта Международного класса Немало Наш вид спорта С 98-го года Функционирует На территории республики И у нас есть И чемпионы мира И чемпионы Европы Один из них Вот сидит перед вами Вот А также И кроме него У нас другие чемпионы Европы Которые выступали На этих соревнованиях Тоже показали результат Тоже поддержали Знаете, какой-то Такой подъем был Для подрастающего поколения Они смотрели Вот с такими глазами С открытыми ртами На их выступления А они доказали Что их не зря Называют чемпионами мира Чемпионами Европы И мастерами спорта Международного класса Ну я знаю, что у нас Талантливая республика Спортсменов много Но будем про них рассказывать Вы нас приглашаете А мы будем рассказывать про них С удовольствием Цель у вас хорошая Задачи тоже Надеюсь, что они сбудутся Спорт у нашей республики Традиционно всегда помогает И слава Богу Вот поэтому вам Реализация ваших проектов Хороших тренеров Хороших ребят Удачи вам Спасибо Ну что ж, дорогие друзья Наша программа подошла к концу Я желаю вам Хороших выходных И прекрасного настроения Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»